Я был в духе в день Господень, в другом тексте написано в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос. Если мы читаем день воскресный или первый день недели, одно значение, по всей видимости здесь все-таки был день Господень, и днем Господа Писание всегда называют Шаббат, и мы читаем, что еще в книге Берешит, Бытие, вторая глава написана, сей день Бог выделил из всех дней и осветил. Один человек высказал такое мнение, что каждый народ празднует выходной день, чтобы отдохнуть от всей той недели, а Израиль празднует седьмой день, чтобы отпраздновать Божий день, который символизирует окончание работы по сотворению небес и земли. Я здесь склоняюсь к тому, что все-таки день Господень здесь как раз день Шаббат. Одиннадцатый стих. «То, что ты видишь, напиши в книгу, и пошли общинам, находящимся в Азии, в Ефис, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру и Сардис, в Филадельфию и Лаодикию. И я обратился, то есть Иоанн обратился, чтобы увидеть, чей голос говорит со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников». Когда я читаю такие слова «семь золотых светильников», то чаще всего это можно просто подразумевать семь источников света. Но может из-за того, что я живу в Израиле, а может из-за того, что книгу Библии я читаю, сразу в голове возникает светильник храмовый. Семь. «И посреди семи светильников подобного сына человеческому, облеченного в падир и по перстям поясанным золотым поясом, голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, очи горят, и ноги его подобны халкаливану раскаленной меди, и голос его, как шум вод многих». Подобные выражения мы встречали раньше в священных писаниях, помните, в книге Даниил, когда три еврейских юноши были брошены по приказанию царя в печь, и ходил среди них там подобный сыну человеческому. То есть, был ли там в книге Даниила Ешуа? Не думаю. Думаю, там был ангел, потому что есть определенная последовательность в явлении каких-то сверхъестественных вещей людям. В данном случае это явление Ешуа в своей прославленной природе, возможно, нечто подобное, что видели Петр и Иоанн, и Яков, когда поднялись на горы, и он преобразился. Или, подобно как сын человеческий Ешуа был посреди своих учеников после воскресения из мертвых, только здесь обрамленный славой сверхъестественного сияния. И понятно, что на Иоанна это все действует невероятным образом, подобно как древние пророки Иезеки или Исаия видели ангелов и падали навзничь, потому что не могли стоять напротив всей этой небесной славы. Но идея, которую я хочу здесь подчеркнуть, проста. Сын человеческий, Машиях, абсолютно четко связан с семью свечами, светильником, минорой. То есть это все идет в иудео-библейском контексте, это не нечто отдельное от Израиля. Он здесь как Когена Гадоль, как великий первосвященник, как некто, который имеет власть от Господа Бога объявить грядущее. И это грядущее в данном случае объявляется семи общинам Васии.